Жуткая новость и недели. В понедельник днём в ДТП под Смолевичем не погибают 11 человек, в том числе два подростка. Ещё девять госпитализируют. Четверо в крайне тяжёлом состоянии. Подозреваемого водителя МАЗа задерживают. Он отделывается лишь телесными повреждениями. Информация о гибели второго шофёра впоследствии опровергается. Пока следствие устанавливает причины, медики борются за жизни. Ежедневно собирают консилиумы и проводят операции. Травмы все сочетанные. Поражены и кости скелета, поражены кости лицевого черепа, поражённых у ряда пациентов головной мозги, есть травма грудной клетки и органов брюшной полости. В процессе лечения этих пациентов клиническая ситуация может меняться. Она может улучшаться. И мы будем делать для этого абсолютно всё. Но, к сожалению, она может и прогрессивно ухудшаться. Случайность или злой рок. Пятница, 9.35. Трасса Бобруйск-Глуск. Сталкиваются маршрутка и трактор. В салоне находятся 11 человек. Среди них ребёнок. Осколки стекла, сломанная психика и крики о помощи. Кадры больше напоминают фильм ужасов. Ох, с ума сойти, боже мой. Пострадавших с переломами и ушибами госпитализируют в городские больницы. Из области на помощь отправляется бригада по линии санавиации. Реаниматолог, нейрохирург и травматолог. Все пострадавшие осмотрены врачами в приёмном отделении. По итогам осмотров 4 пациента госпитализированы в Бобруйскую центральную больницу. И 5 пациентов госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Три человека отправлены на амбулаторный этап. В этот же день в ДТП попадает ещё один микроавтобус. На дороге Минска-Гродно 35-летний водитель во время обгона не справляется с управлением и въезжает в барьерное ограждение. Внутри маршрутки 4 пассажира. Их спасает ремень безопасности. Автомобилиста привлекают к административной ответственности. На всех колёсах шины с изношенным протектором. В рамках выполнения указания министра внутренних дел дано поручение об проведении проверочных мероприятий и оказание содействия субъектам хозяйствования, осуществляющих автомобильные перевозки и перевозки пассажиров. МВД и транспортная инспекция начинают масштабные проверки. Если в 2022-м в Могилёвской области фиксируют 8 аварий с маршрутками, то в этом масштабах страны только за неделю три. А ведь зачастую причины схожие. В антирейтинге превышение скорости. На трассе, как показывает практика, зарискованные поступки лихачи платят сполна. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. В салоне есть ремни безопасности соответствующие и мы не допускаем перегруз. Соблюдаем правила дорожного движения и пассажирских перевозок. Считаю, что перегруз или как по-другому говорят, что лишних пассажиров не должно быть в автомобиле. То есть, если даже просят нас пассажиры взять стоя, там, может, на руках у кого, мы категорически откажемся. Инспекторы проверяют наличие аптечки, свидетельства о регистрации, страховой полис, тихосмотр и предсменный медосмотр. Внутри салона обязательно должна быть визитная карточка с фотографией, фамилией и именем водителя. Здесь же информация о схеме движения. Но главное, на каждом сидении инерционные ремни безопасности. За минувший год зафиксировано свыше 170 различных нарушений. В отношении водителя составляются административные материалы по статье 18.13 КОАП Республики Беларусь за нарушение правил перевозки пассажиров, по которой предусмотрена административная ответственность за первое нарушение, за первый раз, до 4 базовых величин. В случае повторного выявления нарушения предусмотрено до 8 базовых величин. Задача госавтоинспекции – обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому регулярная работа по выявлению и устранению нарушений водителями-перевозчиками продолжится и в дальнейшем. О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и объезжать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно надо перекреститься. Шутки шутками, но печальная статистика идет в гору. А ведь пассажиру нужно не так много, чтобы оплаченный проезд не стал билетом на тот свет. Ольга Васенда, Станислав Чичерин. Итоги недели.